Лабораторная работа номер 1 Лабораторная работа номер 1 Многие задаются вопросом, почему чай остывает быстрее, если в него добавить холодное молоко? Какая температура установится после смешивания этих жидкостей? В разных жизненных ситуациях возникает необходимость изменения температуры жидкости путем смешивания ее с жидкостью другой температуры. Например, купание детей в ванне. В горячую воду добавляется холодная вода. Горячая вода отдает тепло, холодная вода принимает тепло. Цель сегодняшнего урока – научиться рассчитывать количество теплоты, получаемое или отдаваемое в процессе смешивания воды разной температуры. Если чай с молоком смешаем, то какое вещество отдает тепло, а какое принимает? Чай отдает тепло, молоко принимает тепло. В процессе теплопередачи между двумя этими телами их температуры стремятся уравниться. Тело с более высокой температурой отдает тепло, тело с более низкой температурой получает тепло. Причем в идеальных условиях, если эти два тела абсолютно изолированы от других тел, получаемое тепло равно отдаваемому, согласно закону сохранения энергии. То есть Q1 по модулю равно Q2 по модулю, где Q1 – это количество теплоты, полученное телом с более низкой температурой. Q2 – количество теплоты, отдаваемое телом с более высокой температурой. Это и есть уравнение теплового баланса. Для вычисления количества теплоты, полученного или отданного, воспользуемся известной вам формулой Q равно С умножить на М умножить на разность температур Т2 минус Т1. Итак, путем размышления пришли к выводу, что при минимальных потерях энергии Q1 приблизительно равно Q2. Давайте обратимся к опыту. Чай с молоком заменим на холодную и горячую воду и подтвердим наше предположение. Однако условия эксперимента, безусловно, далеки от идеальных. От горячей воды тепло передается не только холодной воде, но и калориметру, термометру, окружающей среде. Тем не менее, хотя, скорее всего, мы не получим строгого равенства, но если выполнять эксперимент аккуратно, то эти показатели будут близки. Прежде чем выполнить лабораторную работу, давайте повторим технику безопасности. Первое. Будьте осторожны при работе с горячей водой. Не разливайте воду, возможны ожоги. Будьте осторожны при работе со стеклянной посудой, термометр, стакан, мензурка. Помните, стекло – хрупкий материал. Легко трескается при ударах и резкой перемене температуры. Снимайте показания термометра, не вынимая его из жидкости. На столе не должно быть никаких посторонних предметов. Для правильного показания термометра нам необходимо определить цену деления измерительного прибора термометра. Возьмем два ближайших значения, обозначенных числами. Например, 30 градусов и 20 градусов. Возьмем их разность. 30 градусов минус 20 градусов по Цельсию равно 10 градусов. Эту разность разделим на число делений между этими числами. Число делений между 30 градусов и 20 градусов равно 10. 10 градусов делим на 10, получается 1 градус по Цельсию. Цена деления измерительного прибора термометра равна 1 градусу по Цельсию. Кроме известных приборов, которые мы используем в лабораторной работе, мы еще используем калориметр. Это прибор для измерения количества теплоты, выделяющейся или поглощающейся в процессе теплопередачи. Он предназначен для проведения опытов, в которых уменьшается теплообмен с окружающей средой. Он состоит из двух стаканов – алюминиевого внутреннего и пластмассового внешнего, разделенных слоем воздуха. Благодаря этому потери теплоты в процессе эксперимента уменьшаются. Стаканы накрыты крышкой, в которой имеется отверстие, куда вставляется термометр. Также имеется теплоизоляционная вставка, в которой изготовлена из пенопласта. А теперь ознакомимся с целью лабораторной работы. Цель работы – определить количество теплоты, отданное горячей водой и полученное холодной водой при теплообмене. Объяснить полученный результат. Приборы и материалы Калориметр Измерительный цилиндр-мензурка Термометр Стакан Холодная и горячая вода А теперь приступим к выполнению лабораторной работы. Отмерим мензуркой 100 мл холодной воды. Измерим температуру холодной воды. Она равна 27 градусам по Цельсию. Измерим 100 мл горячей воды. Перельем ее во внутренний стакан калориметра. Теперь измерим температуру горячей воды. Она равна 68 градусам по Цельсию. Теперь осторожно холодную воду переливаем во внутренний стакан калориметра. А теперь, осторожно помешивая, измерим температуру смеси. Температура смеси равна 47 градусам по Цельсию. Теперь необходимо рассчитать количество теплоты Ку2, отданное горячей водой по формуле. Ку2 равно С умножить на М2 и умножить на разность температур Т2 минус Т. Рассчитаем количество теплоты Ку1, полученное холодной водой по формуле. Ку1 равно С умножить на М1 и умножить на разность температур Т минус Т1. Результаты измерений и вычислений занесем в таблицу. В ходе эксперимента получилось начальная температура холодной воды 27 градусов по Цельсию. Начальная температура горячей воды 68 градусов по Цельсию. Температура смеси 47 градусов по Цельсию. Эти данные записываем. Ку1 равно 4200 джоуль, деленный на килограмм градус Цельсия умножить на 0,1 кг умножить на разность температур 47 градусов минус 27 градусов по Цельсию равно 8400 джоулей. Ку2 равно 4200 джоуль, деленный на килограмм градус Цельсия умножить на 0,1 кг умножить на разность температур 68 минус 47 градусов по Цельсию равно 8820 джоулей. Так как в ходе эксперимента условия были не идеальными, то эти показатели можно считать близкими друг к другу. Вывод. Количество теплоты, полученное холодной водой, близко к количеству теплоты, отданному горячей водой. А теперь переходим к практической части нашего урока и решим задачу для проверки понимания и закрепления пройденной темы. В ванну с 20 кг воды, имеющей температуру 80 градусов по Цельсию, добавили 80 кг воды с температурой 20 градусов по Цельсию. Какая установится температура смеси? Считать систему теплоизолированной. Запишем краткое условие задачи. Дано. М1 равно 20 кг. Т1 равно 80 градусов по Цельсию. М2 равно 80 кг. Т2 равно 20 градусов по Цельсию. Нам необходимо определить температуру смеси. Так как система теплоизолирована, то вся энергия, отданная горячей водой, уходит на нагревание холодной воды. Воспользуемся уравнением теплового баланса. Ку, отданное, равно Ку полученному. В это равенство подставляем формулы С воды умножить на М1 умножить на разность температур Т1 минус Т смеси равно С воды умножить на М2 и умножить на разность температур Т смеси минус Т2. После математических преобразований получаем М1 умножить на разность температур Т1 минус температура смеси равно М2 умножить на разность температур Т смеси минус Т2. В левую часть переносим Т смеси умножить М1 плюс М2 равно в правой части М1 умножить на Т1 плюс М2 умножить на Т2. Из этой формулы выразим температуру смеси. Температура смеси равна М1 умножить на Т1 плюс М2 умножить на Т2, делим М1 плюс М2. Подставляем известные величины и у нас получается, что температура смеси равна 32 градусам по Цельсию. Записываем ответ к задаче. Подводим итоги урока. Повторили правила техники безопасности при выполнении лабораторных работ, узнали, что калориметр – это прибор для измерения количества теплоты. Выполнили лабораторную работу по исследованию закона сохранения и превращения энергии в тепловых процессах. Количество теплоты, полученное холодной водой, практически равно количеству теплоты, отданному горячей водой. Урок окончен. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова